Акция «Родинка или рак» прошла в Хабаровске. Среди онкологических заболеваний рак кожи в регионе занимает первое место. Привлечь внимание к этой проблеме помогают ежегодные акции, где каждый желающий может получить консультацию специалиста. Репортаж Марины Нестерович. В области нанесения татуировки имеется одно пигментное образование. Иван Серёхин узнал об акции и решил обратиться в поликлинику. Пациенты беспокоят образование на коже. Врач-дерматолог пока ничего подозрительного не обнаружила, но советует наблюдать за состоянием этого пигментного уплотнения. Если появится зуд, покраснение или кожный узелок начнёт расти, стоит насторожиться. При дерматоскопическом исследовании никаких признаков не показывает злокачественное образование кожи. Поверхность гладкая, границы ровные. На рак могут указывать следующие признаки. Неровные края, разноцветный окрас, большой размер. Самая опасная злокачественная опухоль с агрессивным течением – меланома. Как и молодых пациентов до 30 лет я видел с диагнозом меланомов, в том числе и распространённые меланомы. Так и пожилые люди тоже у меня наблюдались, когда я вёл онкологический приём. В Хабаровском крае рак кожи стоит на первом месте среди всех онкозаболеваний. Отчасти врачи это связывают с тем, что наш регион – один из самых солнечных в стране. В 2021 году был выявлен 721 случай заболевания, а годом ранее – 670. Конечно же, заболеваемость увеличивается. И мы хотим, чтобы выявляемость тоже на ранних стадиях, именно когда ещё можно помочь человеку. Потому что рак кожи в 90% случаях на раннем выявлении полностью излечим. Врачи советуют соблюдать простые правила – отказаться от солярия, не загорать под открытым солнцем, использовать защитный крем. А если какая-то родинка вызывает подозрения, не стоит ждать акций и как можно раньше обратиться в свою поликлинику к онкологу или терапевту.